Сбор помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик открыт по всей Курганской области. Желающие могут принести в них вещи первой необходимости. Это еда с большим сроком хранения, электрическая техника, детские одежды и игрушки, а также средства гигиены и постельной принадлежности. Пункты сбора открыли по многочисленным заявкам зауральцев. Адреса пунктов можно найти на сайте правительства Курганской области. В Зауралье создали горячую линию по изменению цен на продукты. Ее организовало Курганское управление Федеральной антимонопольной службы для усиления контроля за ситуацией на социально значимых рынках продукции. На горячую линию можно сообщить об изменении цен на товары, услуги и их наличии. При обращении нужно будет назвать свои контактные данные, название магазина, его адрес, товар и его цену. Телефон горячей линии 463955, код города Кургана 3522. В России хотят смягчить наказание за оставление мест дорожно-транспортного происшествия. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Предлагается наказывать за оставление водителям мест ДТП при нанесении незначительного вреда с штрафом в 5000 рублей или лишать прав на срок до 3 месяцев. Сейчас за это грозит административный арест до 15 суток или лишение прав до полутора лет. В России предложили создать отдельное ведомство по делам семьи. Сейчас этими вопросами занимаются непрофильные ведомства. Вопросом семейной политики требуется усиленное внимание государства. Это основное условие для улучшения демографической ситуации в стране. Многодетные семьи в России хотят освободить от оплаты ЖКХ. Им будут выплачиваться субсидии в размере стоимости оплаты коммунальных услуг. Инициативу подготовили в Комитете Государственной Думы по строительству и ЖКХ. Также предлагается субсидировать 70% стоимости жилищно-коммунальных услуг людям старше 65 лет. Предложения уже направили в Минстрой. Вскоре их представят в Кабинете министров. Более 51 тысячи безработных зарегистрировано в регионах Уральского федерального округа. Количество вакансий же составляет 145 тысяч. Число вакансий превышает количество безработных почти втрое. С учетом приостановки иностранных компаний ситуация может измениться. Центры занятости готовы поддержать людей, оставшихся без работы. Это переобучение, профориентация и социальная адаптация, а также психологическая поддержка граждан. Выпущенные в России карты виза перестали работать за рубежом. Временное продление сроков касается лишь части клиринговых расчетов. Внутри страны порядок работы визы и мастер-карт не изменится. После истечения срока действия заменить карту можно будет с переходом на систему МИР. Сотрудники Тюменского государственного медицинского университета разработали способ прогнозирования острого гнойного среднего отита у детей по анализу крови. Отслеживание индекса сдвига лейкоцитов поможет выявить болезнь на ранней стадии и оценить риски развития осложнений. Способ ориентирован на детей в возрасте от 2 до 12 лет, имеющих средний отит. Он помогает прогнозировать осложнения и определить тактику лечения пациента.